Санкт-Петербург 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 И затем из них выделяются действующие законы, свод действующих законов Российской империи, которые в 30-е годы публикуются. Спиранский за это получает орден Андрея Первозванного. Вот вы видите картину, посвященную этому событию. Кроме того, успели поговорить и про третье отделение, собственно его императорского величества канцелярии, которое занималось тайным сыском, это тайная полиция, про их голубые мундиры. И вы еще отметили, что 4000 человек, которые были вначале, это совсем-совсем небольшая численность, при этом потом увеличилась численность корпуса жандармов до 6000 человек. И, наконец, надо сказать, что достаточно сильно меняется и система образования, опять же, выстраивается новая линейка для нижних, средних и высших сословий по образованию, университетский устав меняется. И 1826 год также вводится чугунный цензурный устав, когда запрещается публиковать тексты, где подвергается сомнению христианская вера или критикуется монархическая система управления государством. В общем-то, все в соответствии с теми внешнеполитическими, в том числе обязательствами, которые были взяты Российской империей на себя в рамках Священного Союза. Но, помимо того, необходимо понимать, что это и реакция, конечно, на движение декабристов. Соответственно, стремление Николая I укрепить позиции государства, укрепить, точнее, не позиции государства, укрепить позиции власти. Естественно, что все рассуждения о какой бы то ни было конституции были отставлены в сторону. Хотя некоторые исследователи даже говорят, что основные государственные законы, которые являлись первой частью свода законов Российской империи, это, скажем так, своего рода прообраз конституции. Если мы говорим не в узком ключе, как понималась конституция тогда, или наоборот, в широком, трудно сказать, то есть создание некоего представительного органа, который ограничивал бы самодержавие, который бы формировался на основе той или иной системы выборов. Но если мы, собственно, говорим о конституции как документе, где обрисовываются основные положения по законодательному, по устройству государства, по правам и свободам граждан, тогда вот в таком случае действительно основные государственные законы могут рассматриваться как своего рода преамбула конституции. Наконец, достаточно важная и интересная реформа, это реформа 1832 года, потому что у нас появляется еще одна сословная группа. Сословная группа или еще одно сословие, это сословие почетных граждан. Почетные граждане, опять же, могли быть потомственными и личными. Почему происходит выделение этой категории населения и, как вы думаете, какое положение в сословной иерархии почетные граждане занимали? Вот ваши мысли. Вот почетные граждане, вот как бы вы восприняли такую формулировку, вот что она может означать? То есть выше кого, ниже кого они? И вообще, почему они появились? Вот зачем Николаю Первому потребовалась подобного рода реформа? Нет идей, да? Не проснулись еще, что ли? Меня слышно? Скажите, пожалуйста, чтобы я понимал, что не в пустоту говорю. Высшее представление низших сословий. Ну, в каком-то смысле. А как вы думаете, кому могли дароваться почетные граждане? Вот вы бы кого назвали сегодня, например, в государствах наших с вами почетными гражданами? Вот для вас это кто? Какие ассоциации есть? Те, кто в университете учится? Награды за какие-то заслуги? Еще варианты? Ветераны. Так, интересная точка зрения. Ну, вот если мы военную составляющую в сторону уберем, хотя вот ответ про ветеранов мне нравится, безусловно. Ладно, тогда обрисую ситуацию кратко. На самом деле, интересные версии, в какой-то степени вы правы. Смотрите, какая ситуация происходит. Вот одна из опасностей, которую видел Николай I, это постепенное размывание сословия дворянства. Размывание его за счет выходцев из низших сословий, которые за счет гражданской или военной службы могли дослужиться до уже личного или даже потомственного дворянства. И, например, опять же, когда вы на литературе, наверное, говорили уже о Шинелле Гоголя, или вам еще предстоит обсуждать это произведение. И, на самом деле, чиновнику Акакию Акакевичу совсем-совсем немного не хватало до дворянского чина. И в этом тоже одна из трагедий этого произведения. Или, наоборот, комедия. Это как посмотреть уже, потому что человек настолько низко себя ценит, находясь, в общем-то, не на самой низкой ступени, на самом деле. А то, что он занимается переписыванием чего-либо, это уже другой вопрос. На самом деле, введение почетных граждан как раз и позволяло избежать вот этой вот ситуации размывания дворянства, потому что теперь личные почетные граждане – это потомки, собственно, личных дворян. С одной стороны, все гильдейское купечество относилось к почетным гражданам. Кроме того, для чиновников 14-10 классов и выпускников высших учебных заведений, здесь вы тоже правы, потому что, действительно, число выпускников высших учебных заведений было очень-очень небольшим. Это несовременная ситуация и, соответственно, действительно, это достаточно высокого уровня достижения. Вот все они относились к почетным гражданам. Также представители юридического ведомства зачастую ими становились писатели, могли становиться почетными гражданами. То есть люди, которые действительно имели какие-либо заслуги, но уже тоже достаточно формализованные заслуги. В связи с этим происходит постепенное повышение чина для дворян. То есть теперь, согласно табели о рангах, личное дворянство на гражданской службе даровалось с 9-го чина и на военной, кстати, тоже. Потому что раньше на военной с 14-го класса даровалось личное дворянство. И, собственно, для гражданской такая же была ситуация. То есть повышается постепенно уровень и потомственное дворянство теперь дается с 5-го класса, то есть статский советник. Это уровень вице-губернатора. Раньше 8-й класс это майор пехоты. Ну и, соответственно, тоже 8-й класс, кстати, стал теперь для военных, потомственное дворянство с 8-го класса уже для военных стало дароваться. Так что, как вы видите, ситуация меняется. Причем при Александре II она еще сильнее изменится. И он еще повысит сильнее планку. Он повысит потомственное дворянство для военной службы до 6-го класса, до 6-го класса. То есть до уровня полковника, а уровень потомственного дворянства для гражданской службы до 4-го класса, то есть до действительного статского советника. Таким образом, получение потомственного дворянства действительно было сильно ограничено. Но вот как раз стремятся избежать распространения, проникновения не дворян в дворянскую среду, такое выслужившееся дворянство, чтобы не получалось уже за счет как раз вот этого сословия почетных граждан. И оно тоже определенную роль начинает играть. Хотя всегда почетных граждан было не очень много на самом деле. Следующий вопрос, который возникает, это вопрос, связанный с крестьянами и положением крестьян. Потому что Николай I, как и, собственно, Александр I, осознавал ненормальность ситуации, которая связана с крестьянами и их положение. Было создано 9 секретных комитетов для разработки вопросов по крестьянскому делу. Проведена огромная на самом деле статистическая работа в этом направлении. Потому что провести реформу просто так, вот без глубокого анализа, конечно, это не тот стиль, в котором действовал Николай I. Но в целом он в конечном счете пришел к выводу, что крепостное право это зло, но его отмена еще большее зло на самом деле. И в каком-то смысле его нерешительность тоже была понятна. Опять же, ситуация не выглядела для общества, для государства, скажем так, критической. И казалось, что крепостное право еще какие-то резервы для своего развития имеет. И на самом деле, когда мы обращаемся к современным исследованиям, например, то тот же Борис Николаевич Миронов, достаточно известный российский современный историк, говорит о том, что крепостное право было отменено в момент своего расцвета. В тот момент, когда оно еще имело огромное, достаточно большое количество возможностей для развития, для совершенствования, и помещичьи хозяйства вовсе не были убыточными, как было зачастую принято говорить в советской историографии, то есть в советской научной литературе. И, кроме того, но, конечно, ситуация требовала того, чтобы какие-то мероприятия в отношении крестьян тоже были проведены. И в апреле 1842 года принимается указ об обязанных крестьянах. Некоторые исследователи считают, что это шаг назад по сравнению с указом о вольных либо паштах. Суть указа заключалась в том, что помещик мог отпустить крестьян по своему усмотрению на свободу, но при этом они освобождались без земли. Крестьянин обязан был продолжать нести повинности, то есть оброк или барщину в пользу помещика. Кстати, давайте мы сразу с вами вспомним, что такое оброк и что такое барщина. Напишите мне, пожалуйста, что такое оброк и что такое барщина. Если не помните, то тоже напишите об этом, это тоже важный момент. И, соответственно, при том, что они обязаны были нести повинности вот эти вот в пользу помещика, при этом помещик уже не имел права их увеличивать, или он не имел права уменьшать или каким бы то ни было образом изменять размеры крестьянского надела. То есть, когда крестьянин освобождался, пускай и без земли, но его надел при этом достаточно строго оговаривался размеры его надела. Я вижу, что комментариев по поводу оброка и барщины нет, меня это немножко беспокоит. На всякий случай тогда повторюсь, что оброк это натуральная или денежная выплата за то, что крестьянин работает на земле помещика, но он именно оплачивает это каким бы то ни было образом. Иногда смешанный тип был, когда частично натуральный, частично денежный оброк был. А барщина это непосредственно отработка на земле помещика. То есть, какое-то количество крестьянин трудился на своей надельной земле, какое-то количество дней он трудился на помещичьей земле. И повторюсь, некоторые отмечают, что это был шаг назад по сравнению с указом о вольных хлебопашцах, так как этот закон сохранял отношения между помещиком и крестьянином. Надо сказать, что другое мероприятие, это 1844 год, указ об инвентарях, когда были созданы специальные комитеты, согласно которым помещичья земля, помещичьи имения точно описывались с точной фиксацией крестьянских наделов и фиксацией крестьянских повинностей, которые уже не могли быть изменены. Кроме того, Киселев, который, собственно, отвечал за разработку вот этих вот положений и документов по крестьянам, под его руководством создано Министерство государственных имуществ и реформа государственных крестьян. Ну и, наконец, еще одна реформа, последняя реформа Николая Первого, что же я постоянно оговариваюсь, простите, пожалуйста, которая тоже сыграла достаточно большую роль на самом деле, может быть, даже наиболее значимая реформа Николая Первого, это реформа денежная, которую осуществил Егор Францевич Канкрин в 1839-1843 годах. Было на самом деле два этапа этой реформы. Согласно первому этапу, который проходил с 1839 года, были введены государственные кредитные билеты, которые были приравнены к серебряному рублю, приравнены к серебряному рублю, и могли свободно обмениваться, то есть государственные кредитные билеты на серебряный рубль. И затем, с 1843 года все ассигнации, которые находились в обращении, стали обмениваться на государственные кредитные билеты из расчета 1 кредитный билет за 3,5 ассигнационных рубля. То есть, в целом, эта реформа, надо сказать, сыграла положительную роль, она укрепила финансовую систему, но полностью преодолеть финансовый кризис и по-настоящему сделать рубль устойчивой валютой она все-таки не смогла. Поэтому потребовалось потом новое реформирование системы. И теперь давайте уже обратимся, вот такими были основные реформы при Николае Первом. Как мы с вами можем видеть, вот если мы делаем некий вывод из тех мероприятий, которые проводились до, условно, 1953 года, то мы с вами должны понять одну вещь. Конечно, на процесс реформирования серьезное влияние оказало выступление декабристов. То есть, с одной стороны, Николай Первый действительно осознавал необходимость реформ, он знал, какие были чаяния, например, у тех же декабристов, то есть у части дворян, если называть вещи своими именами. Но, с другой стороны, это выступление и напугало, потому что, когда человек начинает, или когда государь-император начинает процесс реформирования системы, то есть опасность, что общество не будет удовлетворено тем объемом реформ, который он готов предоставить и будет требовать все больше, больше, больше и больше. Собственно, такая ситуация будет происходить как раз в царствовании Александра Второго. И вот в этот момент, да, извиняюсь, не обратил внимание на баннер, конечно же, да, все как обычно. Итак, соответственно, когда мы говорим про Николая Первого, вот здесь такая двойственность. То есть осознание реформ, но и опасение от этих реформ. Причем, надо понимать еще один достаточно любопытный момент, что это привело, на самом деле, к не самым плохим результатам. В каком ключе? В том плане, что все реформы, которые Николай Первый провел, это действительно тщательно продуманные и взвешенные мероприятия. Кроме того, его сыну Александру Второму досталась уже прекрасная база по крестьянскому вопросу. То есть девять секретных комитетов, они не просто так сидели и что-то там обсуждали, они действительно занимались сбором статистического материала, те же инвентари сыграли свою роль. Итак, но вот то, что окончательно повернуло российское правительство, российский царизм, если мы так можем сказать, в сторону реформ, то это, безусловно, Крымская война. Крымская война. Потому что... Сейчас, одну секундочку. Да, конечно, забыл еще о некоторых сюжетах рассказать. Вот еще один важный момент, это, конечно, влияние тоже европейской политики, влияние европейских революций 1848-49 годов. Учрежден временный секретный цензурный комитет, который заменен постоянным подпредседательством Бутурлина. Кроме того, все несогласные так или иначе, но находятся под надзором полиции. Запрещен выезд, въезд иностранцев в Россию. Практически запрещен, но на самом деле сильно ограничен выезд россиян, опять же, за границу. И право увольнять тех, кто был, ну, скажем так, под подозрением. Отменено преподавание права и философии. И в целом, надо сказать, что в последние годы, когда правил Николай I происходит достаточно любопытное мероприятие, происходит перенос акцента в образовательных программах с гуманитарных дисциплин на, естественно, научное и техническое знание. Именно по той причине, что гуманитарные дисциплины, скажем так, более опасны. А это знание более четкое, не подлежит обсуждению, как кому бы то ни было сомнению. Ну и, наконец, еще достаточно важный момент. Это формирование новой идеологии в российском государстве. Эту идеологию выдвинул Сергей Семенович Уваров. Человек, которого многие характеризуют, причем, как либерального консерватора. И его идеология заключалась в триаде православия, самодержавия, народность. Я думаю, что объяснять смысл этой формулировки не имеет особого значения. При этом, надо сказать, что он действительно стремился защищать университеты, сохранять их в той или иной степени автономией. И когда началось наступление уже, то он был смещен с поста министра внутренних дел. И его сменил на этом посту Ширинский-Шехматов. Как раз это происходит в 1849 году, который говорил о том, что нужно руководствоваться уже священным писанием, и именно на него делать акцент в образовании. И теперь давайте к Крымской войне. Вот Крымская война, из-за чего она вообще возникла? Здесь сразу комплекс событий. Николай I считал Турцию больным человеком Европы, тяжело, причем больным человеком Европы. И в 1844 году Николай I посетил Великобританию, ввел переговоры как раз по положению Турции, был недоволен положением славянских народностей в составе Османской империи. Но у английского правительства создалось ощущение, что Россия готовит раздел порты, то есть Турции. Между тем, в составе в английском правительстве Палмерстон тоже разрабатывал различного рода проекты, и в том числе по будущему России. И вот когда мы говорим про вторую половину 40-х, начало 50-х годов, то в недрах английского министерства иностранных дел был разработан проект по расчленению России на несколько территорий, которые были бы независимы друг от друга или находились бы, идеальная ситуация, конечно, была бы, под контролем Великобритании. Насколько серьезно англичане планировали реализовывать этот проект, это уже другой вопрос, но подобного рода проекты действительно существовали. И вот эти вот опасения, они вылились в то, что постепенно начинают подстрекать порту к войне с Россией, причем камнем преткновения выступают священные места, которые в XIX веке находились в основном на территории Турции. И президент Франции Луи Наполеон или император Франции Наполеон III потребовал восстановить утраченные Франции права католической церкви в святых местах, в том числе право ремонта купола гроба Господня. Ну а Россия, в свою очередь, возмутилась уже тем, что подобного рода права Франции были дарованы. Николай I отправляет в Турцию своего представителя Меншикова, но миссия заканчивается неудачно. Многие говорят, что Меншиков вел себя достаточно вызывающе. В результате, да, параллельно начинаются выступления в Дунайских княжествах, и в ответ Николай I обнародовал манифест о защите православной церкви на Балканском полуострове. Турцию, конечно, да. И после этого, 21 июня 1953 года, русская армия переходит реку Пруд и оккупирует Молдавию и Валахию. 4 октября 1953 года, в ответ на эти события, Турция объявляет войну России, и Россия-то ожидает войны с Турцией. При этом, наше внешнеполитическое ведомство считает, что у Франции и Англии достаточно противоречий друг с другом, они никогда не придут к какому-либо соглашению, но не тут-то было. Англия и Франция урегулируют свои конфликты, свои вопросы для того, чтобы вступить в коалекцию с Турцией против Российской империи. Кроме того, Николай I ожидал помощи от Австро-Венгрии за то, что в свое время мы помогли в подавлении венгерского восстания. Но, к сожалению или счастью, внешняя политика таким образом не работает. То есть, вот мы сделали вам хорошо, теперь вы сделаете хорошо нам. Нет, вы сделали нам хорошо, спасибо вам большое, а мы посмотрим, будет ли нам выгодно сделать вам хорошо или, наоборот, сделать вам плохо. Так вот, Австро-Венгрия занимает благожелательный по отношению к Англии и Франции нейтралитет во время Крымской войны. То есть, никакого чувства благодарности они не испытывают. Аналогичная ситуация возникает и с Пруссией, которая тоже занимает нейтральную позицию, но этот нейтралитет склоняется в сторону Франции и Великобритании. Вот Россия оказывается в условиях войны с коалицией европейских государств, при этом она к этой войне не готова. Выясняется, что Россия достаточно серьезно отстает по своему техническому оснащению. В частности, какое у европейцев было вооружение, скажите мне, пожалуйста. Вот чем наше вооружение отличалось от европейского вооружения? Кто, может быть, знает, слышал что-то, может указать какие-то моменты. Да, абсолютно верно. У них было нарезное оружие, в то время как у России по-прежнему было гладкоствольное оружие. Нарезные винтовки, они гораздо точнее, если что. Кроме того, у Великобритании уже был паровой флот, у нас по-прежнему был парусный флот. Но вот что действительно интересно, в тот момент еще действительно не было до конца очевидно, что паровой флот перевосходит парус. Ну, нам кажется, что с вами, ну как это может не быть очевидно. Ну, извините, а, собственно, уголь, который может закончиться, а паровой котел, который может взорваться, это же все тоже вещи, которые в тот период могли происходить. Но у нас постепенно тоже будет он создаваться, но уже во второй половине 19 века. Начинается все на самом деле для России неплохо. В 1953 году Нахимов разгромил турецкую эскадру в Синопе. Но вот пока мы воевали с турками, все было действительно хорошо. Но вот 1954 год наступает. Англия и Франция вводят свои эскадры в Черное море. В марте объявляют войну России. И вот здесь действительно уже начинаются большие-большие сложности, потому что англо-французский десант высаживается на Крымском полуострове в Евпатории. В Евпатории, вы можете видеть на карте. И начинает наступление на Крымский полуостров. 1954 год сражения на Альме. Меншиков потерпел поражение. Россия потеряла 6 тысяч человек. Противник потерял 3,5 тысячи человек. В целом Меншиков, надо сказать, не очень удачно, конечно, командовал. Севастополь фактически остается без защиты. При этом, когда английская и французская эскадра вошли в море, было принято решение затопить наш парусный флот в бухте Севастополя, чтобы ограничить движение, действие англо-французской эскадры. Татлебин в срочном порядке, наш выдающийся фортификатор на самом деле, возводит линию, непрерывную линию укреплений. Создается 8 бастионов. Обороны Нахимова командуют сначала Корнилов, потом Нахимов. Оба в ходе обороны будут трагически погибнут. И англо-французский дезант начинает достаточно успешное наступление. Вот первая бомбардировка Севастополя состоялась 5 октября 1954 года. Она еще не оказала серьезного воздействия. Начинается оборона в Севастополе. 13 октября 1954 года. Очень интересное событие. Бой под Балаклавой. В рамках этого события на самом деле происходит атака легкой бригады под командованием лорда Кардигана. Вот действительно очень яркое событие в истории, потому что эта атака легкой бригады закончилась для англичан трагедией. Дело в том, что лорд Кардиган пустил на наши артиллерийские укрепления пехоту, легкую приходу. А пехоту, ой, не пехоту, извините, кавалерию. Кавалерию, конечно же. И в ходе вот этой атаки весь цвет английской кавалерии был убит. А если убита основная часть английской кавалерии, то естественно, что в кавалерии служила вся молодая знать Англии, вся молодая аристократия английская. То есть фактически вот это глупое решение лорда Кардигана привело к трагедии для англичан, потому что весь цвет английской аристократии, молодой, он погиб. Но, конечно, это довольно значимое событие для России. После этого англичане, надо сказать, что будут очень аккуратно действовать и уже таких достаточно активных действий принимать не будут. Основную роль будет играть уже Франция. Затем еще одно сражение. Но в конечном счете все это приходит к тому, что начинается осада Севастополя в марте 55-го года. Вторая бомбардировка. Потом следует попытка штурма. Потом третья бомбардировка. Бомбардировка в июне 55-го четвертая бомбардировка. Август 5-я бомбардировка. Ну и, наконец, 27 августа 55-го года. Очередная попытка, ну не попытка уже, очередной штурм Севастополя. Малахов курган пал и Горчаков, который командовал обороной города, приказал очистить город. На самом деле потенциал для сопротивления еще был, но вот принято было Горчаковым подобного рода решение. И вы видите, соответственно, уже отдельные кадры с тем, что происходило в Севастополе. При этом на Кавказском фронте все складывалось для России успешно. Но надо сказать, что боевые действия велись не только в Крыму, но и в других регионах. В частности, была попытка высадки прорыва десанта английского, англо-французского в Финский залив, в Белое море. Эти попытки не увенчались успехом. Была попытка бомбардировки Камчатки, и Петропавловска-Камчатского тоже не увенчалась успехом. Но в целом поражение на территории Крыма было критическим, конечно. И до сих пор существует точка зрения, что на самом деле Николай I не просто простудился, а он сознательно покончил жизнь самоубийством. Либо он принял яд, либо специально гулял в легкой одежде, чтобы серьезно заболеть, после того, как узнал о поражении русских войск под Евпаторием. И власть после этого переходит как раз к Александру II, который уже в 1956 году заключает Парижский мир. И условия Парижского мира были достаточно тяжелыми для России. С одной стороны, вроде бы Крым остается за Россией, но мы обязаны провести демилитаризацию Черного моря. Демилитаризацию Черного моря. И вот следующий акт внешней политики России, который будет проходить при Александре II, это попытка отменить вот эти вот положения, вот эти вот статьи, которые запрещают нам держать военный флот на Черном море. Итак, и мы переходим таким образом с вами к следующему правлению. Это Александр II, который правит с 1855 до 1881 года. Его целенаправленно, в отличие от Николая I, готовили к занятию престолом. Он получил прекрасное образование, у него были замечательные учителя, кто хочет, может почитать литературу, посвященную Александру II. Воспитателем его был выдающийся и государственный деятель, и поэт Василий Андреевич Жуковский. Законоведение преподавал в Спиранске, финансы Канкрин. То есть вы видите, что люди действительно более чем достойные. Но перед Александром... Александр II совершил путешествие по России, в том числе успел пообщать... И в Сибири побывал, пообщался и с декабристами, которые находились в ссылках или на вольном поселении. Познакомился с их взглядами, с их идеями на то, какой должна быть Россия. И таким образом, когда он занимает престол, он, в общем-то, уже вполне сложившийся человек со своей системой взглядов, со своей системой каких-то представлений, своей программой действий, которую приходится менять в силу именно поражения России в Крымской войне, потому что становится очевидно, что без масштабного реформирования государственной системы невозможно оставаться в кругу великих держав. А Россия хочет оставаться в кругу великих держав. То есть необходимо проводить и реформу армии, необходимо совершенствовать техническую составляющую, необходимо развивать транспортную сеть, необходимо развивать здравоохранение. У нас огромное количество погибших на Крымском полуострове было просто от заболеваний различных эпидемических. Кроме того, одна из проблем, которая была достаточно значимой для России, это транспортная сеть, отсутствие сети железных дорог, которая бы позволила оперативно подвозить боеприпасы и поставлять, например, дополнительные контингенты войск на территорию Крымского полуострова, с этим были большие-большие проблемы. Но для того, чтобы появилась возможность для технического совершенствования, то есть для того, чтобы можно было осуществлять техническое совершенствование, нужно развивать промышленность. А для того, чтобы развивать промышленность, что необходимо? Правильно, ну, то есть как правильно, мы не написали, но необходимы свободные руки. Даже не столько ресурсы, ресурсы на территории России, поверьте, есть. Нужны свободные руки, которые могут пойти в эту самую промышленность и являться там рабочими и выполнять такую низкоквалифицированную работу. Кроме того, другой важный момент. Необходимо переходить к всеобщей воинской повинности, отказываться от рекрутской повинности, а, соответственно, эти реформы требуют, опять же, отмены крепостного права. При этом, повторюсь, что на самом деле, когда говорят, например, про то, что экономически было крепостное право невыгодно, на самом деле этот тезис уже достаточно спорный. Может быть, так и казалось, но на самом деле в тот момент так не было. То есть по-прежнему экономически крепостное право было еще выгодно. Другой важный момент, другой интересный достаточно момент, то, что часто в советской научной литературе отмечают, это боязнь перед новой Пугачевщиной, боязнь перед крестьянского бунта, и поэтому народ вырвал, вот крестьяне вырвали у самодержавия отмену крепостного права. На самом деле это не так. Число крестьянских волнений в 59-61 годах было совсем-совсем небольшим, более того, сильнее, чем, например, реальные волнения. Власть пугали, власть пугали. Бугало трезвенное движение, которое носило мирный характер, мирный, причем спонтанный характер. Кто захочет, просто поищите, подробно описывать его, к сожалению, нет возможности. И скорее власть даже боялась больше реакции крестьян на освобождение, то есть необходимо было определить, а как ими управлять после того, как они станут свободными. Другой важный момент, это комплекс стыда, то есть действительно, вот чувство несправедливости, неонормальности, что один человек владеет другим человеком, это то, что властью прекрасно осознавалось. Как осознавалось властью, и то, что в принципе процесс раскрепощения сословий должен продолжаться, потому что манифест о вольности дворянской освободил дворян, то есть у них остались только права, но при этом у крестьян остались только обязанности, фактически. И в 19 веке все правители осознавали, что это ненормальная ситуация. Для части дворян тоже они выступали за отмену крепостного права, потому что тогда это освободит дворян от государства. Ну и, наконец, я уже сказал про процесс модернизации. К счастью, рядом с Александром Вторым оказались люди, которые были готовы помогать ему в осуществлении реформ, потому что он со временем, и его характер менялся, он был достаточно консервативен, причем зачастую говорят, что даже более консервативен, чем Николай Первый, и только обстоятельства вынуждали его проводить большое количество реформ. Но вот если мы говорим про консерватизм Александра Второго, то желание менять, но аккуратно, осторожно, с годами превращалось, например, в желание вообще ничего не менять. Упорство, с которым он шел к достижению тех или иных целей, превращалось в упрямство, когда цель, например, того не стоила, а он продолжал стремиться ее достичь. Ну вот повторюсь, что вот Мария Александровна, его супруга, великая князья Елена Павловна, и брат, великий князь, Константин Николаевич, который был очень вспыльчивый, нажил себе большое количество врагов, но на самом деле при этом был верным соратником Александра Второго и всегда занимал достаточно важные должности. И в частности он возглавлял морское ведомство при Александре Втором. Вот это вот показатели, которые нам с вами говорят о том, что, в общем-то, помещи хозяйства были все еще достаточно выгодны. В 1957 году создается негласный секретный комитет во главе с Орловым. Я подробно процесс отмены крепостного права описывать не буду. Вам что важно знать? Что на самом деле сначала создается негласный комитет, потом на смену негласному комитету приходит гласный комитет, когда проходит согласованный Виленским генерал-губернатором Назимовым и Александром Вторым рескрипт Виленского и Гродненского и Ковенского генерал-губернатора об освобождении крестьян. И после этого вместо негласного комитета образуется уже главный комитет, то есть, который становится гласным, который становится гласной. И во главе этого комитета становится Константин Николаевич. Происходит это в 1958 году. Кроме того, в 1957 году начинают формироваться редакционные комиссии, то есть, создаются на местах по губерниям комитеты для определения новых отношений между помещиками и крестьянами. Причем, помещикам разрешено обсуждать только условия отмены крепостного права. То есть, им запрещено обсуждать как другие вопросы, так и обсуждать сам факт отмены. То есть, только то, на каких условиях будет отменяться крепостное право. Ну и, наконец, в 1958 год созданы редакционные комиссии под председательством Ростовцева, которые деятельность вот этих вот губернских комитетов должны были обобщить и проанализировать. И прошло около 400 заседаний за год и семь месяцев. Редакционные комиссии проделали громадную работу. В конечном счете 19 февраля 1861 года Александр II подписывает манифест об отмене крепостного права и еще 17 документов, которые регулируют положение крестьян. При этом, что интересно, 17 февраля Госсовет голосовал по поводу этих документов и в рамках голосования в Государственном Совете всегда отмечаются две точки зрения наиболее популярные и менее популярные. Так вот, собственно, император имеет право утвердить любую из точек зрения и по всем вопросам Александр II утвердил мнение меньшинства, а не большинства. Но реформа отмена крепостного права до сих пор вызывает яростные дискуссии, очень много вопросов, до сих пор идет масштабное исследование отмены крепостного права. В этом году мы отмечаем с вами 160-летие отмены крепостного права. И я бы хотел отметить такого исследователя, как Сергей Григорьевич Кащенко. Кто захочет посмотреть подробнее об отмене крепостного права, рекомендую вам обратиться к его трудам, потому что Сергей Григорьевич анализирует именно на основе математических методов анализирует данные такого документа, как уставные грамоты, в которых записывалось имущественное положение крестьян, то есть сколько земли они получили по этой реформе. Итак, а как же теперь осуществляется реформа? Собственно, личная свобода даруется крестьянину безвозмездно, то есть крестьянин по определению становится свободным, но при этом земля даруется крестьянину за выкуп, за выкуп, уйти от помечика не выкупив землю нельзя, причем часть крестьян переходит на положение временно обязанных, часть сразу переходит на выкуп, предполагалось, что временно обязанное состояние будет примерно на 20 лет, причем этих крестьян, если они были на барщине, в течение двух лет в обязательном порядке переводили на оброк, переводили на оброк. Собственно, к 70-му году 66% крестьян перешла на выкуп, в 81-м году уже 84%. Кроме того, была такая категория, как дарственники, такая категория, как дарственники. Они получали четверть на дело, но зато они получали его бесплатно. Так вот, выкуп, естественно, что крестьянин сам полностью выкупить землю не мог, 20% выплачивал крестьянин, 80% выплачивало государство, но затем крестьянин должен был погасить вот этот вот долг перед государством. При этом, основной вопрос, который возникает, это вопрос оценки стоимости земли, и оценка стоимости была следующей, то есть, вот, она была такой, что если положить стоимость земли в банк, то есть, то, сколько стоит земля, именно то, сколько крестьянин, точнее, должен будет заплатить, то за год эта сумма даст процент, то есть, даст при капитализации 6%, то есть, под 6% годовых, вот 6% годовых будут, собственно, равны среднему годовому оброку, который получает помещик, который получает данный помещик. Вот, исходя из этого и вычислялась сумма. Как вы догадываетесь, при таком подходе земля оказывалась в несколько раз дороже, стоимость земли в несколько раз оказывалась дороже, чем рыночная стоимость. То есть, фактически, крестьяне, да, многие помещи имения находятся в долгах и фактически, при таком осуществлении реформы, именно крестьяне заплатили те долги помещиков, которые у них были. То есть, этих денег, например, помещик, если его имение было заложено, не увидел, они сразу пошли в государственную казну. Но крестьяне все равно государство должен был всю сумму, конечно, выплачивать. То есть, именно на крестьян легло бремя по выплате долгов помещиков. При этом, в целом, этой реформой оказались недовольны все. Но об этом мы с вами уже поговорим в следующий раз, ровно как и о других реформах Александра Второго. Спасибо вам большое за внимание. До встречи через неделю. До свидания. Продолжение следует...